При внимательном изучении Австралии у неподготовленного человека возникает много вопросов. Почему именно в Австралии больше всего животных, которых нет нигде в мире? Более 85% населения континента живут в пределах 50-километровой зоны побережья, а вся остальная территория по сути заброшена и отгорожена от людей заборами общей протяженностью более 5,5 тысяч километров. Пересекать такой забор категорически запрещено, нарушившим запрет грозит тюрьма или огромный штраф. Многие факты намекают на то, что за этими заборами от людей пытаются скрыть некую территорию, не обозначенную на современных картах. Не исключено, что Австралия и Антарктида связаны с секретным участком суши, который можно обнаружить за этими ограждениями. Например, полеты из Австралии почти всегда лежат через береговые льды Антарктиды, хотя где Австралия и где соседний континент. И почему Антарктида тоже закрыта от простых смертных многочисленными запретами и международным договором об Антарктиде от 1958 года? Что же прячут от нас в самой южной части Земли, за землями Австралии и Антарктиды? О какой огромной территории за Южным полюсом говорил американский контр-адмирал Ричард Бёрд? А главное, как на самом деле располагаются эти огромные участки суши, которые нам запретили исследовать? В этом фильме мы ответим на все эти вопросы. Что не так с Австралией? Ну, например, из 10 тысяч видов растений этого материка 8600 не встречаются в других местах Земли. Из 200 тысяч видов животных почти 90% являются уникальными и обитают только в Австралии. То есть это практически другой мир, что-то вроде каких-нибудь джунглей на Альфа Центавра. Именно в Австралии водятся самые опасные животные на планете. Именно здесь природа придумала какие-то совершенно оригинальные способы размножения. Сумчатые и яйца, кладущие у млекопитающих. Создается впечатление, что местные животные – не что иное, как результат скрещивания самых разных животных. Как будто где-то за заборами Австралии от нас прячут лабораторию, где когда-то давно занимались генной инженерией. Так что неудивительно, что местные аборигены постоянно рассказывают про бунипа и других чудовищ, которые когда-то жили или до сих пор живут в воде и в джунглях на этом континенте. А теперь давайте прогуляемся вдоль легендарной Великой Австралийской стены и попытаемся понять, что с ней не так. На самом деле это самый большой комплекс заборов в мире, который начали возводить еще в 19 веке. Общая протяженность забора составляет на секундочку 5614 километров. Кое-где ограждение находится под напряжением, иногда даже питается солнечными батареями. Но зачем они нужны? Конечно, у властей своя версия. Якобы эти высоченные заборы нужны для того, чтобы защитить природу от диких собак Динго и привезенных на континент кроликов, которые без естественных конкурентов стали представлять особую опасность для скота. Ну да, ну да. В некоторых местах встречается даже двойной ряд ограждений. То и дело можно видеть охрану на внедорожниках, которые отлавливают тех, кто пытается пересечь запретную границу. А это точно забор от собак и кроликов? Если посмотреть со спутника, то вся Австралия разделена на несколько секторов. Любопытные туристы, которые пытаются, шутя, прорваться за периметр, нарываются на серьезные проблемы – от штрафов до реальных тюремных сроков. Поэтому у многих исследователей возникают резонные вопросы по поводу реальной цели этих ограждений. Исследования, начатые в 2009 году, показывают, что заборы, наоборот, создают проблемы для местной природы. Удивительное открытие заключается в том, что местное разнообразие мелких сумчатых рептилий, а также растительного мира, гораздо богаче как раз там, где присутствует Динго. Скорее всего, это происходит из-за конкуренции с кенгуру и роли в борьбе с лисами. А это значит, что заборы, наоборот, создают дисбаланс в экосистеме Австралии. При этом данные ограждения продолжают обслуживаться. Их постоянно чинят, оплачивают электропитание, не жалеют денег на военизированную охрану. Значит, все-таки дело не в экологии. И от собак Динго можно защитить скот куда более адекватными и эффективными способами. Несколько статей в интернете со ссылкой на публикацию в журнале Smithsonian Magazine рассказывают о том, что у бывшего помощника Артура Конан Дойля, друга исследователя сэра Джона Моррисона, была найдена целая коллекция странных фотографий. На них запечатлены очень необычные и даже аномальные объекты. Необъяснимые строения, представители неизвестных племен и диковинные животные. По одним данным, это джунгли Амазонии, по другим – острова Суматра. А некоторые считают, что это неизведанные места Австралии. Пейзажи на снимках кажутся столь фантастическими, а люди прорисованы настолько криво, что некоторые считают, тут не обошлось без таланта нейросетей. Они давно научились в деталях изображать то, чего никогда не было. Например, на этой фотографии с изображением Кургана и еще много чего интересного, вроде какого-то летающего объекта с гуманоидом, при снижении контраста можно увидеть людей. Видно, что это не реальные люди, а просто какое-то нагромождение пятен. Ни лиц, ни рук, ничего-то конкретного. На этой фотографии при сильном увеличении тоже становится заметно, что на переднем плане не люди, а какая-то каша непонятно чего. Или вот, фотография какого-то пещерного человека. В теории это тоже может быть качественной подделкой, потому что нейросети сейчас способны сгенерировать любое случайное лицо человека, которого не существует на самом деле. Как думаете, похоже на фейк? Или все-таки есть шанс того, что перед нами фотографии самых настоящих мест и живых существ, которые скрыты от нас за великой австралийской стеной? Но даже если предположить, что кто-то решил пошутить, и ничего такого нет и в помине, то это еще не значит, что в теме Австралии нет никаких подводных камней. Не исключено, что такими фейками кто-то хочет дискредитировать исследователей, которые пытаются докопаться до истины. Поэтому не будем останавливаться и продолжим копать дальше. Если заборы установлены и обслуживаются на государственном уровне более 100 лет, если запрет на пересечение границы существует скорее для людей, нежели для животных, то в чем же дело? Что от нас скрывают? Может быть, это стена, как в фильме «Дивергент», которая не позволяет узнать о существовании другой цивилизации? Или это ограждение, как в фильме «13 этаж», которые скрывают от людей край света? Может быть, там заканчивается наша виртуальная реальность? Или это стена из фильма «Шоу Трумэна», за которой сидят создатели нашего искусственного мира и смотрят на нашу жизнь в прямом эфире? Давайте обратимся к истории изучения Австралии и попробуем найти подсказки. Если посмотреть на старинные карты, то окажется, что изначально Австралию считали частью Антарктиды. Например, на карте Меркатора на юге написано «Terra Australius Nondum», что при грубом переводе означает «еще не южная земля». Или на карте Пьера Дюваль она значится как «Terra Australius» – «южная земля». Она пересекает так называемый антарктический полярный круг. В том же 18 веке изученные земли современной Австралии носили название Новой Голландии, но и ее очертания в южной и восточной частях не были определены точно и явно, были отрисованы для галочки. Странно, что и через 100 лет на картах 19 века мы видим такой же неопределенный берег южной части Австралии. Посмотрите, как подробно изображена береговая линия на западе и востоке. И посмотрите, какая идеально ровная линия на юге. Почему-то вообще без населенных пунктов. Похожая ситуация с этим регионом Австралии остается до сих пор. Никаких населенных пунктов здесь нет. Только для отвода глаз гугл-карты рисуют нам кучку мелких городков, которые зрительно даже имеют несколько крупных улиц. Но если мы войдем в них с помощью функции панорамного просмотра, то окажется, что это просто трассы, которые можно было сфотографировать гугл-мобилем где угодно на просторах Австралии. Почему же на юге континента никто не живет? Может быть просто Австралия это не континент, а полуостров, переходящий в Антарктиду? Ведь Австралия это единственный, как нам говорят, материк без единого вулкана. И еще одна любопытная деталь. В южной части Австралии есть заснеженные горы, и снега в них намного больше, чем выпадает даже в европейских Альпах, в пик горнолыжного сезона. Вот, например, склоны горы Костюшко зимой. Новый Южный Уэльс в Австралии. Кто знает, может быть где-то рядом есть тайный проход в Антарктиду. Но самое интересное, самолеты, летящие, например, из Сантьяго-де-Чили, что в Южной Америке в сторону Австралии, всегда летят надо льдами Антарктиды. В чем проблема лететь ровно из точки А в точку Б, без вот этой странной дуги? Такие дугообразные траектории и даже траектории в виде треугольников, к слову, почему-то постоянно прослеживаются у международных перелетов. Может быть, все дело в том, что мы как-то неправильно располагаем материки на наших картах. И поэтому нам кажется нелогичным, что путь в Австралию лежит через Антарктиду. Зачем авиаперевозчику наматывать лишние километры в столь рискованном регионе? Не потому ли, что Австралия – это часть Антарктиды, выступающая ближе к экватору и потому не настолько холодная? Наше видеорасследование было бы неполным без другой не менее щекотливой темы – темы Антарктиды. Секретов и странностей, связанных с ней, ничуть не меньше. Название «Антарктида» или «Антарктика» происходит из греческого и переводится как «напротив Арктики», «напротив Севера». По поводу авиаперелетов тут тоже есть вопросы. А самый главный звучит так. Почему самолеты никогда не летают через Антарктиду? Так ведь намного короче, чем всевозможными крючками через полмира. Но нет, нам говорят, что там холодно, сильные ветра и все такое. Погодите, летать над берегами Антарктиды при перелете из Южной Америки в Австралию мы можем? А вот над Антарктидой, пересекая ее, ни в коем случае. Если вы тоже считаете, что тут что-то не так, ставьте лайк или аргументируйте свое мнение в комментариях. Может быть, все дело в том, что Антарктида – это тоже не совсем континент? Или континент совсем не такой, каким нам его рисуют в учебниках и картах? А если он не совсем такой, то какой именно должна быть карта нашей Земли, чтобы она не лгала о размерах, форме и расположении материков? Может быть, примерно такой? Или такой? Или вот такой, как на эмблемах ООН, ВОЗ и других международных организаций? Давайте обратимся к мнению человека, который посетил Антарктиду в рамках экспедиции «Высокий прыжок». Эта операция была организована в 1946-47 годах военно-морскими силами США в целях исследования Антарктиды. Руководителем экспедиции был контр-адмирал в отставке Ричард Бёрд. Операция началась 26 августа 1946 года и закончилась в конце февраля 1947 года, на 6 месяцев раньше планового срока, якобы из-за раннего прихода Антарктической зимы. Осталась ли на этой Земле какая-нибудь неизведанная Земля, которая могла бы понравиться предприимчивым молодым американцам? О да, она есть. И не вокруг Северного полюса, потому что там сейчас становится тесно, потому что они выяснили, что это действительно пригодно не только для жизни, но и в военном отношении. Но как ни странно, сегодня в мире осталась территория размером с Соединенные Штаты, которую никогда не видел человек. И это за полюсом, по другую сторону Южного полюса от Средней Америки. И это, я думаю, довольно удивительно, что там должна быть такая большая неисследованная территория. Это потрясающая вещь. На дне мира осталось еще много приключений. Адмирал, вы надеетесь это увидеть? Я надеюсь. Что ж, получается? За географическим Южным полюсом еще есть территория размером с США, где еще никогда не ступала нога человека? Но ведь Антарктиду, согласно официальной версии, давно обошли со всех сторон. И вообще, где на земном шаре, если Земля – это шар, можно расположить такой большой кусок суши? Может ли быть такое, что Земля – это не совсем шар? Или вообще не шар? Дорогие подписчики и зрители канала, Обратите внимание на единственное в мире средство, на уникальную российско-швейцарскую разработку, которой нет аналогов в мире по эффективности восстановления здоровья, по возвращению жизненных сил. Это инновационное средство появилось в 2019 году, и уже сегодня его помощь получили десятки тысяч людей во всем мире. Оно восстанавливает саму основу нашего здоровья, и этому действительно нет аналогов. Оно восстанавливает стволовые клетки, восстанавливает кроветворную систему, восстанавливает параметры крови, снабжение кислородом всех органов и тканей. Это уникальное средство называется модифицированное железо-синтезит. Когда вы его начнете принимать, то уже в первой неделе приема почувствуете себя на 10 лет моложе. Начнут возвращаться энергии и силы, начнут отступать недуги, стабилизируется давление, будет снижаться холестерин, восстановится работа печени, сердца, головного мозга. Уникальному действию синтезита нет аналогов, оно подтверждено научными исследованиями. Это реальный феномен. Переходите на канал синтезита, смотрите более трех сотен интервью с врачами, спортсменами и обычными людьми, кому синтезит помог восстановить здоровье, обрести жизненные силы. Все ссылки я оставил в описании. Пользуйтесь во благо и здравия. Более того, Ричард Бёрд в своем интервью говорит о том, что в Антарктиде найдено огромное месторождение угля. Также он говорит о том, что, во-первых, Антарктида была тропическим материком, и, во-вторых, залежи антарктического угля не покрыты снегом. И, в-третьих, наличие полезных ископаемых говорит о том, что в будущем Антарктида должна была стать предметом территориальных споров и претензий, как это происходит с Арктикой до сих пор. Но теперь-то мы знаем, что довольно скоро после экспедиции «Высокий прыжок» был подписан международный договор об Антарктиде, который объявил этот континент ничейной землей во веки вечные. Что же так могло объединить конкурирующие страны? Согласно договору об Антарктиде, никто, кроме ученых и военных, не может находиться в Антарктиде, не считая редких туристических рейсов. Нечто похожее мы видим и в Австралии, где все сделано для того, чтобы не допустить простых смертных к закрытым территориям, якобы в целях защиты местной флоры и фауны. Может быть, от нас скрывают следы предыдущей цивилизации, которая жила там в тропический период? На это указывает наличие в Антарктиде необъяснимых объектов правильной формы, явно рукотворного происхождения. Вот, например, посреди снежной равнины расположен ряд остроконечных фигур. А вот пирамида, которая находится в Антарктиде, согласно гугл-картам по координатам, которые вы видите на экране. Этот объект не просто похож на пирамиду Хеопса, он имеет те же самые желоба на одной внешней стене и, возможно, на всех остальных стенах. Точно такие же желоба, что и на стенах египетской пирамиды. Но есть одно важное и принципиальное отличие. На плато Гиза каждая сторона пирамиды имеет длину 230 метров, а у самой южной пирамиды целых 2 километра. Но если строение стен у этих сооружений похоже, значит время строительства и применения этих зданий было примерно одним и тем же. Кстати, кто еще помнит, что пирамиды в Гизе изначально были занесены многометровым слоем песка? В Египте песок, а в Антарктиде снег. А вот еще фотографии пирамиды в Антарктиде, которые нам предоставил тот, кто лично проплывал мимо. Потрясающие кадры, не правда ли? А этот объект был обнаружен в начале 2018 года. При увеличении видно, что этот объект не мог появиться случайно. Но теперь на гугл-картах этих хребтов вы не найдете. Кроме странных объектов, видимых или уже заретушированных на спутниковых картах, существует поистине шокирующая подборка старых фотографий, происхождение которых в интернете трудно установить точно. Некоторые считают, что эти фотографии сделаны нейросетью. Обычно их приписывают участникам экспедиции контр-адмирала Берда. На фотографиях можно увидеть пирамиды, руины древних городов, здания в римском стиле, колонны, статуй явных европеоидов и даже петроглифы на стенах пещер. Существует похожая подборка фотографий, но ее уже приписывают экспедиции Терра-Нова. Под руководством британского капитана Роберта Скотта в 1912 году. Многие считают, что авторство этих фотографий тоже принадлежит нейросети. Здесь мы, например, видим статую людей какой-то неизвестной цивилизации, а здесь каменные руины какого-то древнего города. А на этой фотографии, если поработать над контрастом и яркостью, можно разглядеть вторую пирамиду поменьше. Еще больше фотографий находок в Антарктиде вы можете увидеть по ссылке в описании. Их немалое количество намекает на то, что, скорее всего, это не мистификация, а реальные фотографии. Если эти фотографии не результат хорошего фотошопа или работы какой-то умной нейросети, а реальные фотографии, то можно догадываться, почему Антарктида после экспедиций была закрыта для любопытных зевак. Очевидно, что льды Антарктики скрывают от нас неизвестные страницы нашего прошлого и новые неизвестные человечеству территории, о которых, судя по всему, знали спецслужбы Германии, США, Великобритании и СССР. Не исключено, что и во время строительства своей базы Новая Швабия немцы неплохо наследили в этих местах. А если мы примем во внимание, что ученые изучили образцы из скважины у ледника Пейн-Айленд в 2000 километрах от Южного полюса и обнаружили следы болотистого хвойного тропического леса, то получаем поразительную картину. Тропический климат в Антарктиде был сравнительно недавно, лет 1600 назад, а не 90 миллионов лет назад. Почему мы сделали такой вывод? Потому что там находятся пирамиды, очень похожие на пирамиды Древнего Египта. А в предыдущих наших роликах мы доказывали, что историки, начиная с 15 века, намеренно отодвигали античный мир дальше вглубь веков, прибавляя лишние тысячи лет. А значит, сравнительно недавно в Антарктиде жила цивилизация, которая, скорее всего, была либо современником Древнего Египта и Древнего Рима, либо их предшественником. Судя по всему, антарктический народ имел культурную связь с удивительным миром Австралии и знал что-то шокирующее о прошлом нашей Земли.